Британцы в недоумении. Неужели супруга принца Кейт Миддлтон снова беременна? Вы помните, всего три месяца назад она родила первенца. Неужели у него появятся брат или сестра? Судачат и в Лондоне, и в Эдинбурге. Правда, информацию о том, что герцогиня Кембриджская снова в интересном положении, распространил американский таблоид Глоб. Страницы которого полнятся всевозможными слухами. Из Букингемского дворца официальных заявлений пока не поступало. Однако BBC сообщила, что один из представителей королевской семьи дал понять, эти слухи не беспочвенные. Так или иначе, Кейт Миддлтон и супругу принца Вильяма можно считать ранними родителями. Им обоим исполнился 31 год, когда на свет появился первенец. Для Европы это совсем не возраст. Да и для Украины оказывается тоже. И там и здесь. Женщины все чаще откладывают материнство. Откладывают его ради карьеры. В проблеме разбиралась моя коллега Ирина Смирнова. Стой! Да что ж ты делаешь, Яся! Ежедневная прогулка с дочкой и внучкой. Внучке 2 годика, дочке 3. Своего первого ребенка Людмила родила в 23 года. Второго 47. Это как чудо было. Поэтому тут точно не было готовности, точно не было решимости. Когда пошла проверяться, мне вдруг сообщили. Честно, я даже не знала радоваться или нет. Поэтому, если искренне, то вначале было много растерянности. Растерянность сменила счастьем. Сейчас мы не представляем с мужем жизни без нее. И просто как хорошо, что когда-то мы приняли абсолютно правильное решение. Потому что и смыслы прибавились жизненных. Много и сил прибавилось, энергии прибавилось. И в общем-то как-то и честно жизнь изменилась. Давай, заливай, заливай. История Людмилы скорее исключение, чем правило. Даже для Европы, где по статистике всегда рожали позже, чем у нас. Хотя в последние годы возрастной разрыв между украинками и европейками, рожающими первенца, значительно сократился. Средний возраст молодой мамы в Украине 27 лет. В Европе 30. Демографы предполагают, что со временем цифры сравняются. И процессом этим невозможно управлять вручную. Оно происходит не потому, что нужно. Оно происходит потому, что происходит. Я думаю, что чем выше будет охват молодых женщин высшим образованием, тем быстрее этот процесс пойдет. Ольга в свои 32 сделала головокружительную карьеру. Сегодня это самый молодой председатель правления банка в Украине. Встречу назначила нам на вечер пятницы. Когда обычные украинцы отдыхают, она продолжает работать. Семьи и детей пока нет. И Ольга не считает, что чего-то не успела. Вообще так не думаю. Я далека от стереотипов. На самом-то деле. Это все пережиток прошлого советского времени, что в 21 год надо выйти срочно замуж, родить троих детей и сидеть замужем, за мужем. И для меня это совершенно неподходящий образ. Я считаю, что женщина, прежде всего, должна быть личностью. Но и у личности есть родители, которые наверняка пристают с вопросами. А когда же, собственно, внуки? Да, конечно, пристают. Увидят. Увидят. Всему свое время. Ну, что, 32 года. Все впереди в 38. Юлия Макгафи. Главный редактор одного из самых рейтинговых новостных сайтов в Украине. В профессии 19,5 лет. В любимой редакции 13. Ну, кажется, что мы уже давно, давным-давно одна семья, потому что у нас текучка, в принципе, достаточно небольшая, поэтому мы уже так привыкли друг к другу, что не можем друг без друга жить. О личном, как и обо всем остальном, Юля говорит предельно откровенно. Мама есть и собака, и все. Больше нет никого. Пока что. Ну, вот об этом, я думаю, достаточно, ну, очень активно в последнее время. Ну, потому что уже время поднимает. Гинеколог Наталья Лелюх считает, что главное для женщины, планирующей ребенка, не возраст, а здоровье. Наверное, имеет смысл родить до 35. Но если почему-то не получилось, не стоит ставить на себе крест, что вот мне уже 35, у меня нет еще ребенка, значит, я больше рожать не буду. Ни в коем случае. Дети к нам приходят, потому что они к нам приходят. И в каком возрасте, ну, как кому повезло. Они не считают это везением, сами спланировали. Бельгийцы Николя и Стефани, исключение для Европы, поженились и родили, по их меркам, безумно рано. Мы, когда поженились, сразу захотели детей. Мне было 25, жене 20. Ну, и через два года у нас родилась Капусин. И еще через два года у нас появилась Маран. Мне кажется, что сейчас люди заводят детей позже. Но не факт, что это хорошо. По ночам надо вставать, проводить много времени. А в молодости энергии больше. Поэтому мы и завели детей в ранней молодости. По поводу ранней молодости. Когда родился их первый ребенок, молодому папе было 27, маме 22. Это непросто в таком возрасте посвятить себя детям, пожертвовать карьерой во имя семьи. Энергии и здоровье больше в молодом возрасте. Это был выбор. Пример этой бельгийской семьи еще раз подтверждает. Границы между украинцами и европейцами становятся все призрачнее. Они такие, как мы. Мы такие, как они. И пока политики решают глобальные задачи, их народы и без чих-либо указок интегрируются, становятся все более и более похожими. А может и не было никогда разницы. Украина территориально всегда была частью Европы. Ирина Смирнова, София Гордиенко, Марьяна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер.